МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии выпуск информационной программы Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Майские указы президента России выполняются в соответствии с дорожными картами, отчитались все профильные министры правительства Республики. Все основные показатели достигнуты. На еженедельном совещании главы Чуваши обсудили итоги социально-экономического развития за 9 месяцев этого года. Самый важный результат, которого удалось достичь, прекратилось падение производства. В течение нескольких месяцев фиксируется его рост. В ряде направлений он очень заметен. У нас в ультратехнике темпы роста 7,6. Предприятие пищевой промышленности больше 10% темпы роста. Химической отрасли тоже 7,3. И по ряду других отраслей, и по таким, как полиграфика, когда мы тоже отставали, сейчас рост пошел, и ряд других еще раз, они демонстрируют положительные тренды. Глава Минстроя Олег Марков отметил, несмотря на падение покупательского спроса, отрасль не простаивает. Застройщики охотнее принимают участие в реализации социальных программ, в частности, жилье для младых семей. Но если брать показатели Чувашстата, в целом по виду деятельности строительства регистрируется снижение объемов. Если по поводу жилья нам удается сохранять еще темпы роста более чем 101,6%, то по дорожному строительству у нас от плановых показателей всего составило 25%. То есть, если в прошлом году было более 3,832,000,000 рублей, то в этом году по итогам текущего периода выполнено объемов работы всего на 973,000,000 рублей. Естественно, этот показатель не до получения объемов работ в объеме практически 2,9,000,000 рублей и дал тот показатель 86,6%, по которому сегодня имеется. В целом, мы уже переговаривали, я думаю, что темпы строительства по именно дорожному хозяйству они будут наращены. Плановый показатель у нас стоит в объеме 3,1,000,000,000 рублей выполнить. То есть, динамика, она должна быть положительной, но к уровню прошлого года по дорожному строительству этот показатель все равно будет меньше уровня прошлого года. Сельское хозяйство республики продемонстрировало рост производства 104%. Рост в основном обеспечен за счет увеличения производства животноводческой продукции, мяса и молока, а также более высокую рожадность картофеля в сравнении с прошлым годом, которого накопано 684,000 тонн или 124,5% к 1 октября 2014 года. Зерна, по данным Чувашстатов хозяйства всех категорий, на 1 октября намолочена в первоначальнооприходованном весе 562,000 тонн или 96,9% к аналогичному периоду прошлого года. Бюджет Чувашии за 9 месяцев исполнен по доходам на 27,477,000,000 по расходам на 27,864,000,000 рублей. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев подписал новый указ о Совете старейшин при главе Чувашской Республики. Совет будет разрабатывать и вносить на рассмотрение руководителя региона предложения по основным направлениям общественно-политического и социально-экономического развития. Появление Совета старейшин призвано обеспечить преемственность поколений. Прежние руководители органов власти, организации, предприятий смогут поделиться своим опытом с нынешними управленцами. Жители Чувашии всегда с особым уважением и почтением относились к людям старшего поколения. Вадыжин, двадыжин, один божилой человек, сто и четверых, считали нашей предки. Эта народная мудрость была актуальна, сегодня тоже она актуальна. Исполнение указа, который вступит в силу через 10 дней, возложили на администрацию главы республики. Как сообщил ее руководитель Юрий Васильев, в новом совещательном органе будет примерно 15 человек. После вступления указа в силу начнется согласование кандидатур. Нам хочется ее обсудить со всеми, кто в этом задействованы. И общественная палата, и госсовет, и сами ветераны. Но мы не скрываем, и вы прекрасно знаете, огромное количество людей, которые сегодня являются авторитетами в своей отрасли. Мы хотим детально обсудить, чтобы каждая отрасль была представлена в этом совете. Сегодня могут выйти с предложениями и общественные организации, и предприятия учреждений, даже простые граждане. Полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич высоко оценил работу ведущейся в республике по привлечению инвестиций. Он сказал об этом на семинаре Управления развитием региона «Приоритеты экономической политики в Москве». Там обсуждались важнейшие аспекты деятельности органов государственной власти. В качестве положительных примеров Михаил Бабич назвал лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством стратегических исследований. Напомню, что «Чувашия» в этом рейтинге занимает девятую позицию. Сегодня глава «Чувашии» встретился с генеральным директором завода «Илара» Андреем Угловым. Михаил Игнатьев интересовался, какими показателями предприятие завершает нынешний год. Предприятие, отметил Андрей Углов, получит неплохую прибыль. Это несмотря на сокращение заказов в гражданских сферах. Стабильные партнеры завода – компании, работающие на военно-промышленный комплекс. Увеличиваются заказы и в рамках государственной программы перевооружения. «Есть неопределенность по железной дороге, тоже это наша стратегическая, наш стратегический партнер ООЖД. Но там традиционный лист программы, это ждается к концу года, где-то даже в конце декабря. То есть тогда мы будем принимать план. Задача у нас по 2016 году, чтобы ситуация с заказами, загрузкой, она была на уровне 15-го». Налоговооблагаемая база тоже очень личная, всегда работали открыто, публично, прозрачно, и все налоги отчисляли в разные уровни бюджетов вовремя. Для нас это тоже значимо, мы мониторим по каждому предприятию. Молодежный парламент за и против дебаты на эту тему состоялись в администрации Московского района Чебоксар. Дискутировали студенты столичных вузов, мы выслушали обе точки зрения. «Быть молодежному парламенту или не быть?» Этот вопрос предложили обсудить студентам столичных вузов. В качестве зрителей – ученики чебоксарских школ, в качестве экспертов – глава администрации Московского района, представители городадминистрации – блогеры, активисты, депутаты Чебоксарского городского собрания. Казалось бы, что можно сказать против молодежного парламента? Орган, который представляет права и интересы молодежи, дает ей опыт участия в жизни государства. Однако у команд нашлись аргументы. Две противоположные точки зрения еще до начала дебатов нам высказали капитаны команд, по иронии судьбы, одетые в цвета антагонисты. В современных условиях, которые стоят в Российской Федерации, нельзя говорить об эффективности молодежного парламента в связи с определенными аргументами и определенными причинами. Наша точка зрения за молодежный парламентаризм, потому что он реализован во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в Чувашской республике. Могу провести пример из истории. То же самое история застоя Брежневского периода. Как вы знаете, все чиновники, почти все служили на своих местах пожизненно, в том числе и ЦК КПСС. Я хочу этим сказать, что молодую кровь нужно вливать в наш парламент. Первому туру дебатов дали название «Свобода слова». Молодежный парламент решает ряд важных задач, а именно, я их причислю сейчас. Выражение интересов молодых людей в различных сферах, от социальной до политической, способствует развитию города, раскрывает потенциал молодых людей в научной сфере. Их проекты могут реализовываться в нашем городе. Для граждан, для молодежи куда эффективнее будет взаимодействовать именно с молодежным правительством, где они получат определенный практический опыт организационной деятельности, нежели с молодежным парламентом, где они получают только теоретическую базу. В следующем раунде «Стенка на стенку» команды отвечали на вопросов друг друга, затем зрителей. Кто-то остался при своем мнении, кто-то, быть может, точку зрения поменял. Так или иначе, опыт дебатов лишним не будет. Особенно, если кто-то решит сделать карьеру в политике. Это опыт публичных выступлений, это профессионализм в любых вопросах. Начиная от вопросов ЖКХ и заканчивая личных каких-то моментов. Компромиссы, да, умение искать компромиссы, умение отстаивать свою точку зрения и, соответственно, выслушивать чужую. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. В Республику поступили средства из федерального центра. Транш перечислила госкорпорация в фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 97 миллионов рублей будут направлены на переселение из аварийного жилищного фонда. Всего с начала года в Чувашию поступило 451 миллион. Это почти 76% от годовой суммы. Всего в 2015 году на переселение поступит 595 миллионов. Столица Чувашии прошел международный театральный фестиваль для особенных детей. Одинаковыми быть нам не обязательно. В течение четырех дней кукольный театр со всей России и ближнего из рубежья дарили детям сказку. На этом сюрпризы для малышей не закончились. Они ощутили себя настоящими наездниками. Об особенностях ипотерапии в нашем следующем материале. Когда традиционные методы лечения не дают нужного результата, на помощь приходят они. Катание на лошади успокаивает нервы, снимает стресс, выравнивает осанку. Но оздоровительный эффект заключается не только в этом. Это общение, это прямой контакт с живым существом, которое само нуждается в любви и заботе. Это непосредственное взаимодействие, когда необходимо проявить в себе и навыки, быть может, управленца. Это возможность прогревать спазмированные и будить спящие мышцы за счет тепла, который идет от лошади и за счет ее лечебного импульса. Не каждая лошадь подходит для ипотерапии. Животное должно быть определенного роста, физически развитым, дружелюбным и, самое главное, терпеливым. Конь по кличке Пегас в этот день стал настоящим другом для многих ребят. Дети вели себя, как настоящие наездники, вытягивали спины и даже пытались отдавать команды. Многие из них впервые увидели лошадь, но боязни не было ни у кого. Я сегодня первый раз, сегодня мне понравилось лошадку кататься. Мне очень лошадка понравилась, теплая, красивая. Другое направление фестиваля – сказкотерапия и куклотерапия. Ребята смогли не только увидеть, но и прочувствовать спектакли. В Чебоксарах театралы собираются уже в третий раз. С каждым годом идей и предложений становятся больше. Теперь мы пишем заявки, проекты и добиваемся того, чтобы соединить театр и ипотерапию. Дети могут здесь заниматься спокойно, а потом мы здесь найдем, скорее всего, на этом же предприятии, помещение, где мы будем показывать сказки. Один ребенок занимается, другой смотрит сказку. Посмотрел сказку, пошел заниматься. А тот ребенок, который занимался, к нам. Вот все очень просто достаточно. Но зато эффект в разы увеличивается. В этом смысл. Снять коммуникативные барьеры между детьми с ограниченными возможностями и здоровыми малышами. Сделать так, чтобы особые ребята были открыты миру и, самое главное, радовались каждой минуте жизни. Таковы задачи фестиваля. Различные терапии помогают не только физически, но еще и морально. А благодаря этому справиться с болезнью становится легче. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. В Ядринь на улицу Молодежная вернулась детская площадка с дополнительными качелями и каруселями. Ситуация вокруг нее вызывала резонанс в республике. Ежедневно она обрастала новыми подробностями. Сегодня в этой истории, надеемся, поставлена точка. Еще весной этого года в Ядрине была принята программа по благоустройству города «Уютный двор детям». В рамках этой программы предполагалось строительство пяти детских игровых площадок. Часть средств была из бюджета. Часть предприимчивые люди помогли нам. Меценатство проявили. Депутаты от «Единой России» собрали средства. Вот сегодня детский двор, игровой детский двор под номером шесть уже. В 2016 году планируем также пять площадок открыть в городе. В сентябре этого года на улице Молодежная, как и планировалось, установили детскую площадку. Помог в этом один из предпринимателей. А спустя месяц она была демонтирована. По городу поползли слухи, что ее таинственное исчезновение связано с проигрышем бизнесмена на выборах в местное собрание. Все оказалось гораздо проще. Выяснилось, что одна из местных жительниц пожаловалась на несоблюдение норм безопасности на игровой площадке. И предприниматель демонтировал ее собственными силами, что стало неожиданностью для людей, живущих по соседству. Я не понимаю, откуда взялся этот резонанс. Ситуация предельно ясна. Были обнаружены дефекты. И мы совместно с администрацией города Ядрина решили заменить данные игровые площадки на новые. Гарантия тем более еще не прошла. И мы их заменили по гарантии. Спустя неделю детская площадка вернулась на свое место. Но уже в обновленном виде. Стало больше детских игровых форм. Кроме горки есть качели и карусель. Теперь площадка для игр отвечает всем стандартам безопасности. Мы очень рады, что у нас появилась новая детская площадка. Вы же где детям поиграть. А сегодня в Ядрине стартовал уникальный для нашей республики сельский кинофестиваль. За неделю в пяти населенных пунктах Чувашии покажут фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Подробнее о кинофестивале вы сможете узнать из нашей программы «По существу» сразу после выпуска новостей. Вот уже 15 лет чебоксарский филиал «Ранхикс» готовит специалистов до системы государственного и муниципального управления различных отраслей экономики. Более 4 тысяч выпускников трудоустроились не только на территории Чувашии и России, но и за ее пределами. Подробнее о ВОЗе смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». Кузницы управленческих кадров для власти и бизнеса – так в народе называют чебоксарский филиал «Ранхикс». Практику и стажировку студенты проходят в федеральных, региональных и муниципальных органах власти на предприятиях. Именно там они учатся успешно решать профессиональные задачи. Многие студенты после практики остаются работать там же, где и стажировались. Так что с уверенностью можно сказать, что студенты этого ВУЗа 100% трудоустраиваются. Мы единственный профильный ВУЗ, который готовит чиновников в рамках государственного и муниципального управления. Мы смогли достичь очень многого в рамках внедрения новых образновательных технологий при обучении наших студентов. На сегодняшний день более 60 соглашений по всем видам практик студентов заключено нашим ВУЗом с местами практики. Очень много, даже более 10 соглашений подписано у нас с различными органами власти, бизнес-структурами. В рамках празднования 15-летнего юбилея в филиале Академии прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Потенциал ВУЗа в кадровом и экспертном сопровождении органов государственного и муниципального управления». По итогам конференции мы ожидаем выработку определенных рекомендаций, связанных с повышением качества взаимодействия между органами власти с одной стороны и ВУЗом с другой. Наши дальнейшие планы связаны с реализацией новых образовательных программ, как основного образования, так и дополнительных образовательных программ. Под руководством и под методическим сопровождением нашего главного ВУЗа мы надеемся вывести на рынок образовательных программ новые интересные решения, которые будут максимально соответствовать тем запросам, которые на сегодняшний день есть у органов власти всех уровней федеральных, республиканских и местных. За 15 лет успешной деятельности в филиале президентской академии курсы повышения квалификации прошли около 11 тысяч специалистов, работающих в органах власти, крупнейших региональных компаниях. Оглядываясь на минувшие 15 лет, можно с уверенностью сказать, сегодня Чебоксарский филиал «Ранхик» стал лидирующим ВУЗом в регионе по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих. Динамично развиваясь, ВУЗ открывает новые направления обучения, на которых можно получить новую специальность. Чебоксарский филиал всегда открыт для тех, кто развивается, совершенствует свой потенциал и идет в ногу со временем. Субтитры создавал DimaTorzok